ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И там было у нас моментов много, где мы могли сделать результат. Опять там расслабились, думали, что уже все. А моменты, которые у нас были, они заиграли так, как нужно были заиграть. Ну а потом своими ошибками, которые мы сделаем каждый матч, такие детские ошибки, мы практически проиграли целый матч себе. А в первом периоде два меньшинства пропустили, да? Как бы вот чем это, в принципе, отрабатываете? Опять там, это что мы сказали, что мы всегда играем, что мы играем активно. Мы уступили, там была задача одна, а эту задачу мы не выполнили. Задача была держать защитники, чтобы не бросали перед воротами, чтобы мы пошли чуть-чуть выше. А мы уступили, мы уступили один раз, мы были все три за воротами. Так, мы выполняли опять задачу. Мы не умеем просто третий матч, четвертый матч по себе, играть так дисциплинованно, чтобы не делали такие ошибки. Второй период начали очень здорово, да? Вот три быстрые шайбы, две. То есть, да, вот эти, как, что сказали вы в перерыве команде, что так завели? Нет, это не скажется, это секрет, это всегда остальные два раздевалка. Довольны начало матча вообще? Я доволен. Там до этого, как мы получили третий гол, там была одна команда. У нас в моментах хороших контратаков, в моментах, просто было только, что нормально, нормально должно сделать результат этого матча. Это я уже сказал, там могло быть 5-2 спокойно, они уже бы не встали, потому они были на коленах, а мы их практически поставили на ноги. В ЛЦСКА каждую игру не получается второй период. Тут как раз вот Спартак доминировал, да, в итоге вот эти пропустили две шайбы, абсолютно нелогичные. Ну, так, да, можно так сказать, нелогично, но у нас логично, мы делаем такие ошибки в обороне. Не выдержим просто дисциплину. Каждый хочет что-нибудь добавить другое, а эти правила даны, я не знаю, почему мы так делаем такие вещи. По сути, 35 секунд вот эти второго периода и решили игру, да? Ну да, это сделал целый матч, потому что уже психологически мы уже не могли стоять. Это было видно на игроках, еще Бранко получил 10 минут, это была зина, которая забивала все два гола, она, которая играла самый лучший матч сегодня. Ну, а там его не хватало потом, потому что эти остатки очень так не играли, как не были приготовлены на этот матч, я думаю, потому что я не познакомился так с игроками, чтобы так плохо играли. Как вы оцениваете действия Бранко вообще? Я думаю, чтобы это сделал каждый. Если видеть, что такое плохое удаление, ему должно взять шайбу, он не может ее оставить, потому что судя не свистит, ему должно взять шайбу просто. Да, он ее бросал в пустые ворота, я думаю, чтобы это каждый сделал. Это просто, да, он никого смешным не хотел сделать вообще. Бранко знаю, он вообще никого смешным не хотел сделать. Ну, а если он получил 10 минут, там был сразу на него удар на голову, это тоже 2 минуты плюс 10 минут. Это тоже правило. Да, хорошо, если на одной стороне, потом на другой стороне. Но я тоже недоволен, что Бранко так сделал, но я бы их можно сделать, это тоже. Просто человек недоволен, никого там, братара там не было, просто бросал куда хотел, но ворота были пустые, бросал ворота. Там не думайте, если это правило, если бросаете шайбу туда, в угол или... Не думайте об этом. Я был тоже игрок, это мое мнение просто. Вы сегодня, в общем-то, очень много дискутировали с судейством, да? Вот каком? Не, один раз, только за эту, за эти 10 минут просто. Я недоволен этим, просто он тоже сказал, что он был игрок, но игрок просто в эмоциях, бросает шайбу куда-нибудь. Он должен просто взять шайбу, потому что, если бы он не взял шайбу, нехай лежит, они бы играли. Игра бы пошла. Я только с ним об этом говорил. Милош, вы довольны тем, как команда третий период провела, или все-таки уже, в общем-то, такого желания не было, как во втором? Ну, я сказал уже, это момент был, как Бранко удавился, и там не было психологического момента, как не было игрока, который взял на себя ответственность. Не было, опять, моменты там были, некоторые, где мы могли забить, как бы мы просто играли, то, что мы сказали, но уже в головах было, второй раз опять догонять, второй раз опять сделать что-нибудь, чтобы встали. 20 минут еще долго, я им сказал, перед третьим периодом, что 20 минут еще длиннее время, что там можно сделать опять все. Ну, к тому же не поверили этому. А вот в вратарь, в принципе, Дмитрий Кочин сегодня, в общем-то, нет к нему претензий? К вратарю я никогда ничего не разговариваю. Он сам знает, он сам просто человек, который думает о себе, думает об этом, разбираюсь с тренером наших вратарей, там к нему. Это были шайбы, как я сказал, это были шайбы, которые добивали, это первая вещь, там защитники должны сделать порядок перед воротами, потом до пустого ворота, опять мы втроем за воротами стоим, а перед воротами остановим одного игрока, это ошибка опять оборонила. Вы говорили, что возможно будете через игру, да, Конобре и Кочнева ставить, но пока вот играет Кочнев, то есть вы уверены в нем, а он дальше будет? Ну, там посмотрим, мы уже подумали, мы уже с ними поговорили, как что надо, нужно, я думаю, что приготовимся и будем опять что-нибудь сделать. Перед этим вы, в принципе, провели два очень таких хороших матча, игра хорошая была команда, вот сегодняшний матч никак не выбьет вас немножко Спартака с колеей? Да, мне это не понравилось, мы это игрославим, это уже было в начале, мы просто не идем опять, нам идет, а мы не идем за этим, мы не делаем то, что нас ведет к победе, мы не думаем об этом, опять мы будем вернуться к своей игре, мы будем хотеть, чтобы ребята были дисциплинованы, потому что так проиграть матч, я думаю, что не выглядели сильнее ЦСКА, как мы, что я ожидал больше этого атака на нашу команду сегодня. бывает, мы разберемся, и будем стараться, чтобы опять сделали что-нибудь, чтобы показали свой хоккей. Наверное, в дальнейшем на ЦСКА и Динамо будете так уже? Нет, там по-другому надо приготовить команду, я думаю, что все знают, что это дерби, я ожидал сегодня больше этого дерби, просто там, это другое, это видно, что болельщики полностью заполнили дворец, а перед такими болельщиками здесь, перед такими болельщиками играется хорошо, я это знаю, но там, я уже сказал, мне так сдалось, или они еще не приготовлены, на это они нервозные, или не приготовлены, но мы делали все, на тренировках, ребята выполняли, просто я с таким удовольствием приходил на эти тренировки последние, но видно, что надо еще что-нибудь перед матчем делать. Вы все-таки с оптимизмом в будущее смотрите, а то так, такой не гадит. Да, так если мы уже проиграли три матча по себе, а потом встали опять, с одной проигры невозможно ничего сделать, но сделаем что-нибудь с этим, чтобы мы в этом дерби соиграли.